МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире 1-го Карагандинска. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Караганда отметила День шахтера. Крупное ДТП в центре города. Карагандинский шахтер в домашний матч уступил футбольному клубу Астана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последнее воскресенье августа страна отмечает День шахтера. В этом году праздник юбилейный, 65-й по счету. По традиции горожане участвуют в народных гуляниях. Как отметили профессиональный праздник жителей нашего города, расскажет Анель Шалкарбек. День шахтера – один из самых светлых и радостных праздников на Карагандинской земле. В этот день горнякам говорят самые теплые, от души идущие слова благодарности. Шахтеры достойны самых высоких похвал. Я хотел бы от имени руководства области поздравить всех наших шахтеров, всех жителей нашей области с этим замечательным праздником. Пожелать всем нашим шахтерам крепкого здоровья, безаварийной работы, дальнейших успехов в их очень сложном, самоотвержденном труде. С праздником, дорогие друзья! Искренне поздравил своих коллег и почетный шахтер, композитор Мамонтов Виктор, который начинал свою трудовую деятельность в 1955 году. Минуло без малого 57 лет. За все это время, говорит он, в плане технического оснащения шахты изменились до неузнаваемости. Но продолжил он. Это результат не только возросшей надежности и мощности используемой техники, но и высокой организации труда, профессионализма и мастерства шахтеров. Если понять, что каждый раз я утром стою и смотрю в окно и вижу, как преображается Караганда. В свое время, в детстве, я очень мечтал, видя фильмы, где фонтаны в Москве, в Ленинграде. Ну, хоть бы один фонтан у нас в Караганде был, а сейчас богатство Караганды. Я горжусь этим городом. Я отдал больше 70 лет этому городу. И благодарен судьбе, что я здесь живу. Праздник вас, дорогие друзья, еще раз. Поздравляю вас. И спасибо вам. Немало песен и стихов сложено о горняках, снято фильмов и написано книг. В этом году через Дня шахтеры решили запустить фонтан. Как известно каждому карагандинцу, работа благоустройства Центрального парка началась в прошлом году. Вы знаете о том, что в этом году в послании главы государства социальная модернизация сказано очень много о том, чтобы в дальнейшем улучшались жизненные условия населения нашей страны, в том числе, безусловно, и нашей Карагандинской области. Выполняя поручения главы государства, в этом году в областном бюджете было заложено 4,3 миллиарда тенге для благоустройства наших городов и районов. На сегодняшний день в нашей области проходит ремонт в 33 скверах, в 7 парках. В городе Караганде два дня тому назад был сдан в поселке Пришахтинский прекрасный, замечательный сквер с фонтаном. День шахтера – главный праздник Караганды. И это на самом деле так. Ведь именно с угля началась история города. Важный праздник в истории областного центра приукрасил песенный ретро-фестиваль «Молодые годы Караганды», который продолжился после открытия фонтана. В честь всех рабочих угольной промышленности исполнялись музыкально-поэтические композиции. Одна за другой со сцены смешили тематические шутки ребят из клуба «Веселых и находчивых». Ну а те, кто дождались логического завершения праздника, любовались ярким фейерверком. Словом, было сделано все, чтобы шахтеры действительно почувствовали 65-летнюю годовщину праздника. Ну я очень рада, что наконец-то открывается этот фонтан. И это очень большой подарок для карагандинцев в День шахтера. Всех поздравляю, всем желаю здоровья, успехов в работе и в семейных делах, с праздником, с счастьем. Всех шахтеров ждем. Шахтеров, удачи, здоровья, успехов и в труде. Но хорошо делают. Желательно, чтобы везде так сделали, а не только на каскаде. Карагандинцев с праздником, мы из Кургана, гости вашего города. Нам очень понравился ваш город. И вот ждем открытия каскада. Поэтому всем, кто его основал, кто здесь живет, работает, счастье, здоровье и благополучие. Анышу Корбекул, Жасгабасов, Евгений Афанасьев. Первый. Карагандинский. С особым размахом День шахтера прошел в Шахтинске и в поселке Шахан. К слову, Шахан в этом году отмечает 50-летний юбилей, с чем и поздравил местных жителей Аким области Абельгазы Кусаинов. Для города Шахтинский поселка Шахан День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями. Слово «шахтерское» – надежное слово. Своё слово пообещал сдержать Аким области. Поздравляя шаханцев, он обрадовал их новостью о том, что в 2014 году будет построена новая котельна. Должен вам сказать, что в этом году выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Мы в течение текущего и следующего года разработаем эту документацию. И с 2014 года в поселке Шахан начнем строить большую котельную. В профессиональный праздник шахтеров в Карагандинскую область приезжают выступать известные музыкальные коллективы и другие народные артисты. На праздник в Шахане была приглашена группа «Кешю», которая исполнила свои самые лучшие песни. Много народу собралось и в центре города Шахтинск. Здесь свои поздравления и песни дарили полюбившиеся народу группы «Ринго» и «Пламя». В своем поздравительном слове Аким области поделился, что когда-то и он работал на шахте. Музыка, аплодисменты, улыбки – все это жители города юбиляра Шахана и шахтинцы запомнят надолго. У этих людей нелегкая шахтерская судьба, которую они выбрали сами. И сегодня, видя эти улыбки, можно сказать, что они не жалеют о своем выборе. Я всех поздравляю с хорошим, сильным и, главное, мужественным праздником – Днем Шахтера. И желаю, чтобы не только был День Шахтера, но еще и память о них. Не забывали ни пенсионеров, ни тех, кто работает. Сквер как подарок. Последние выходные августа, помимо традиционных гуляний, Акимат готовит подарки для горожан. В этом году это заново обустроенный сквер на Вечном огне, который торжественно открыл глава города Болжан Абдишев. Сквер вдоль улицы Алиханова вовсе не новый. Уже десятки лет аллея у Вечного огня является излюбленным местом для отдыха горожан. Три месяца назад здесь начались ремонтные работы. И, наконец, на главный праздник Арагандинской области – День Шахтера – сквер предстал в новом обличии. Торжественно открыл аллею Аким города Болжан Абдишев. Нужно отметить, что в ходе реконструкции объекта был проведен большой объем работ. Выложена брусчатка, созданы три фонтана, установлены скамейки, урны и световые опоры. На эти цели было выделено 257 миллионов тенге бюджетных средств. Примечательно, что на месте, где когда-то была парковка, теперь появилась детская площадка. На которой уже играет большое количество детворы. Нужно отметить, что подрядчики внесли и свои идеи по благоустройству. По периметру сквера установлены вот такие оригинальные знаки, которые говорят сами за себя. Думается, что отныне прохожий хорошо подумает, прежде чем бросить мусор на землю. В Караганде немало делается, чтобы внешний вид города радовал глаз карагандинцев. Только в этом году в шахтерской столице откроются девять скверов, в том числе и на окраинах города. Главное, чтобы сами горожане ценили такую красоту. Говорит таким города Боржан Абдишев. Сюда вложены серьезные средства, такие как финансовые, так и творческие. Я хочу, чтобы наши горожане это берегли. Это большой проект, который реализуется в последние годы в рамках целого благоустройства нашего города. И я убежден, что такой динамикой у нас город станет еще краше, еще лучше. И у нас будет больше таких мест, которые именно сделаны для наших горожан. В день шахтера подарки получили и самые маленькие. Школьники из неблагополучных семей не только услышали наставления от Боржана Абдишева, но и получили из друг главы города портфели со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями и школьную форму. Такие подарки от Акима дети получили в рамках благотворительной акции «Дорога в школу». Нужно отметить, что в этом году в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» уже более двух тысяч ребят получили одежду, школьно-письменные принадлежности от представителей духовенства, предпринимателей и крупных компаний. Много у нас детей, которые сегодня по разным причинам нуждаются в помощи от всех людей. Мы проводим ежегодно акцию «Дорога в школу», где призываем все предприятия, все формы собственности. Конечно, с бюджета тоже определенные средства предусматриваются, но всем миром все-таки охватить все, максимально хотим охватить тех, кто в этом нуждается. Праздник продолжился на конкурсе «Тебе пою Караганда», где были представлены песни, авторами которых стали обычные карагандинцы. Вдохновителем и руководителем Оргкомитета красочного мероприятия стал Боржан Абдишев. В конкурсе победила песня карагандинки «Веры Швец» о жизни солдата. Ее исполнил самый юный участник конкурса – шестилетний Адиль Мейрамов. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Стражам порядка по машине глава региона вручил ключи от 49 новеньких служебных машин полицейским города. Нужно отметить, что все эти автомобили были произведены в Казахстане. На площади возле Парка Победы в торжественном строю перед своими машинами замерли экипажи. Все новые автомобили укомплектованы сигнально-громкоговорящими устройствами – радиостанциями. Глава государства Нурсултан Назарбаев особое внимание уделяет модернизации правоохранительной системы. Это подчеркнул в своем выступлении перед полицейскими и Аким области, и Абилгазий Кусаинов. Только в этом году на содержание правоохранительных органов выделено более 8,5 миллиардов тенгей из бюджета всех уровней. В том числе на укрепление материально-технической партии – 205 миллионов тенгей. Вы знаете о том, что в этом году осенью мы привлекаем дополнительные единицы, и для этого специально выделена практика уточнения в бюджетные средства, которые направлены на ремонт жителей, в которых будут проживать все дополнительные единицы. Уверен, что теперь уже ежегодно пополняя автотранспортом, новые служебные автомашины, которые, кстати, все без исключения контакта, производства, которые ведены на заботах, которые работают именно в нашей стране, послужат достижение дальнейших успехов обеспечения общественного порядка и боевых преступлений в области. Торжественный акт передачи ключей от новых служебных машин начальнику ДВД Карагандинской области Нурлану Рахимберлину. Сегодня мы получаем 49 единиц автотранспорта. Это, несомненно, большое поспорие в борьбе с преступностью, которое позволит сотрудникам полиции более оперативно решать вопросы обеспечения безопасности на улицах и дорогах области поможет поднять имидж полицейских. Аким области с интересом осмотрел комплектацию новых машин. Особенно его заинтересовал бортовой компьютер. С его помощью можно отслеживать любой автомобиль, используя базу данных. Благодаря поддержке Аким области нам в этом году выделено 49 автомашин. Но это еще не конец, потому что оснащенность автотранспорта в целом по подразделениям ДВД нуждается в усилении. Новизна с чем связана, что при задержании правонарушителя, по его документам мы определяем, когда он наказывался, за что он наказывался. Это все связано с республиканской базой данных, что нам позволяет оперативно решать вопросы неотвратимости наказания за, скажем, административные или уголовные правонарушения. Приказу заступить по местам несения службы. Направо, налево, прям в огонь, марш! И вот новые машины с включенными световыми сигналами выехали по местам несения службы. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Крупное ДТП в центре города. Минувшую субботу на улице Гоголя столкнули сразу три машины. К счастью, серьезно пострадавших нет. В дежурную часть управления дорожной полиции в 8 часов 15 минут утра в субботу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гоголя. Водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь из города в направлении юго-востока, при выполнении маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение, сдвигавшееся навстречу «Ауди». Машины практически столкнулись лоб в лоб. Водитель «Фольксвагена», ехавший за «Ауди», не смог быстро среагировать на сложившуюся ситуацию и врезался в багажник впереди идущего автомобиля. Пассажирка «Ауди» получила ушибы лица, но от госпитализации отказалась. Мы продолжаем выпуск. В нынешнем году исполнилось бы 70 лет ученому, журналисту и общественному деятелю Акселеусе Идимбеку. Накануне с участием Акима области Бельгази Кусаинова на родине нашего земляка в поселке Атасу Женаркинского района прошли мероприятия, посвященные его памяти. Акселеусе Идимбек – выдающаяся личность, жизнь которого была яркой и насыщенной творчеством. После окончания факультета журналистики Казахского университета он работал литературным сотрудником, а затем собственным корреспондентом газеты «Лениншил ЖАЗ», ответственным секретарем газеты «Орталы Казахстан». Работал и на руководящих должностях в журнале «Зерде» и «Альманахе Алем». Его публицистические работы подняли отечественную журналистику на новый уровень, отметил присутствующий на вечере памяти Аким области Абельгази Кусаинов. «Наш святой долг – помнить о тех выдающихся личностях, которые оставили яркий след в истории нашего города, внесли огромный вклад в развитие духовности и культуры, литературы и искусства. И поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы отдать долг памяти нашему земляку Акселеусе Идимбеку». Акселеусе Идимбек был знатоком и собирателем фольклора степи. Благодаря ему ранее неизвестные высказывания и легенды обрели вторую жизнь. Он способствовал возрождению в Казахстане этнографических и этнологических исследований, приложил усилия к появлению и закреплению таких понятий, как цивилизация и самобытная культура кочевников. О яркой личности Акселеусе Идимбека рассказал известный актер, народный артист Казахской СССР Асаналий Ашимов. «Человек-глыба, величина, мой друг. С ним общение, для меня это было счастье. Каждый раз, то, что некоторые моменты не понимал, я у него узнавал. Когда создавал образ, нужна история, нужно знать историю этого человека, я всегда обращался к Акселеусу. Он всегда находил соответствующие ответы и помогал. Для меня дорогой человек». Акселеус Идимбек – автор более 30 художественных научно-популярных монографий и книг, ряда учебников и свыше 400 научных статей. В 2004 году за книгу «Казахстан Куйонеры» Акселеус Идимбек был удостоен государственной премии Республики Казахстан. Он кавалер Ордена Курмет, почетный гражданин Жанаркинского и Шетского районов. Его именем названа одна из школ лицеев в Астане. На вечере памяти этого выдающегося публициста выступили и известные кюши. То, что жизненный и творческий путь Акселеус Идимбека продолжался до начала 21 века, еще раз символизирует преемственность поколений и идей Великой Степи, олицетворяет жизненную силу культуры этноса, научному постижению которой он посвятил свою судьбу. Оригинально поздравил горожан с праздником и фокусник Джонни Кайф, который превзошел известный трюк ильжиниста Дэвида Копперфильда с исчезновением статуи свободы. На этот раз на глазах изумленных карагандинцев исчез памятник шахтерской славе. А вот родная футбольная команда в преддверии Дня шахтера обрадовать горняков не смогла. Карагандинский шахтер в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу в домашний матч и уступил столичной команде Астана. На данный момент горняки по-прежнему оставляют за собой первое место в турнирной таблице. Игра началась с открытых курсов, атака за атакой на голов таки не было. Основная часть игры приходилась на подавление атакующих действий, защиты и придумыванием собственной атаки. Первый тайм пролетел в постоянном ожидании, что атака какой-либо из команд закончится удачей. Но все, чем могли порадовать болельщиков горняки, это гол за фсайда. На перерыв команды ушли с нулевой ничьей. На второй тайм горняки вышли с намерением выиграть и сделать подарок Караганде в столь знаменательный день. Но подарок получился несколько другим. Стрелка часов уже перевалила за середину тайма, а команда Астана в быстрой атаке перевалила на половину поля карагандинской команды. Прострел с флангой Танат Насербаев переводит мяч в ворота шахтеров. Чем дольше длился второй тайм, тем больше накалялся градус встречи. И стычка не заставила себя долго ждать. Жамбул Кукеев и Фокси Кетевуама не поделили мяч между собой. В награду получили предупреждение. После игры тренера поделились своим мнением о прошедшей встрече. А вот Мирославу Бераннику действия его подопечных пришли по нраву. По игре я считаю, что с игрой у нас больше моментов было. Штангу там дали, потом гол забил. Ситуация, на которую мы подготовили, это я очень рад этому. А потом уже как мы один вновь впереди, уже консервировали матч и заслуженно победил. Пока шахтер остается на первой строчке, опережает Абулу лишь на одно очко. Будем надеяться, что далее преимущество будет только укрепляться. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Это все новости на сегодня. Поделиться интересной информацией вы можете, позвонив к нам в редакцию по телефону 420649. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!